С этих слов, как правило, начинается диалог сотрудников УВД с людьми, оказавшимися в непростой ситуации. Сообщение, поступающее на телефон доверия, немедленно фиксируется, после чего передается компетентным службам. Благодаря отлаженной системе помочь удается практически в 100% случаев. Порой вопросы поступают даже из-за рубежа. Поступают интересные звонки. Телефон доверия доступен в сети интернет, поэтому граждане могут с любой точки мира его узнать и позвонить. Так обратилась жительница города Рима, с Италии позвонила и сообщила о том, что находясь на Брещене, в городе Пинске, она совершила противоправный поступок, превысила скорость и документы остались в госавтоинспекции Пинского ГУВД. Об этом она забыла, отдохнула хорошо, вернулась в Италию и звонила нам уточнить номера телефонов и помочь разрешить эту ситуацию. Конечно же, мы сообщили об этом в Пинской ГУВД, она созвонилась с руководством и когда находилась уже на Брещене, забрала свои документы и оплатила штраф. Современные информационные технологии сделали более доступными для населения данные и контакты правоохранителей. Несколько кликов мышью и на сайте УВД открываются основные номера телефонов. Вопросы получения регистрации, паспортные нюансы, оплата штрафов и даже семейные скандалы. История, которая приходит правоохранителям с той стороны телефона, порой сложно слушать без слез. В браке со своим супругом я живу 6 лет. Все эти 6 лет он употреблял спиртные напитки. Но я этому как-то никогда не придавала большого значения. В последние полтора года он начал приходить домой и избивать меня. Причем избиения начали происходить на ровной почте. Раньше я думала все время, что в том, что он бьет меня, виновата я сама. С какие-то мои действия, какие-то поступки. И когда он начал убить детей, я поняла, что нужно с этим что-то делать. Как правило, с теми, кто обратился на телефон доверия или в дежурную службу по вопросам семейного насилия, проводится специальная превентивная работа. Но если домашний скандалист продолжает держать семью в страхе, тогда правоохранители и сотрудники территориальных центров идут на крайние меры. Жертвам предоставляется временное проживание в кризисных комнатах, а тиран получает прописку в изоляторе временного содержания, либо полный запрет на посещение квартиры. В текущем году у нас вынесено 510 защитных предписаний, из них 427 предусматривало выселение домашнего агрессора и семьи. Для них в горе с полкомами созданы жилые помещения, но за все время туда никто не обращался, потому что все они в основном предпочитают уйти к родственникам, друзьям, но не в это социальное помещение, потому что как бы всем становится ясно, кто живет и почему он там живет в этом помещении. Они хотят сильно разглашать эту информацию. Служба милиции 102, дежурный Бущук, слушаю вас. Немало экстренных звонков поступает и в дежурную службу 102. Если телефон доверия принимает вызовы только в рабочие часы, то это подразделение на связи круглосуточно. Спокойных дежур здесь точно не бывает. Мы принимаем сразу же сообщение, уточняем все обстоятельства совершенного преступления, либо правонарушения, адрес, где произошло, кто сообщил нам заявитель, все подробности, все, что можно выяснить по телефону, и сразу же направляем для реагирования ближайший наряд, если есть необходимость срочного реагирования. То есть если совершено преступление, либо если совершается какой-то семейный скандал, муж убивает родных своих, тут же немедленно направляем ближайший наряд для первоначального прибытия, для пресечения противоправных действий. Сотрудники УВД Брестского облсполкома в очередной раз напоминают, в случае, если вы оказались в беде и не знаете, как поступить, если на ваших глазах было совершено правонарушение или вы знаете о фактах семейного насилия, звоните по телефону доверия в городе Бресте 20 08 16, либо по давно знакомому номеру 102.